Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Не все мы живем на юге, многие даже живут совсем не на юге. У многих короткое и холодное лето, но им тоже хочется вырастить томаты. И многие спрашивают, какие же сорта нужно выбирать. Вот сейчас я как раз убрала почти все свои ранние скороспелые сорта, вымыла их, приготовила, ну, чтобы семена выдавливать. Сейчас я покажу и немножко расскажу сразу обо всех сортах именно серия северные овощи. Но это я так просто их называю все те, которые могут плодоносить в холодных условиях. Конечно, если у вас короткое лето, нужно высаживать те сорта, которые успевают отдать урожай за время этого короткого лета. Вот сейчас, средина августа, я вам сейчас покажу, какие сорта уже отдали свой урожай, ну или почти отдали. Начнем, конечно, с мелких. Вот здесь у меня нет сорта пиноккио, гном, вот эти все сорта прекрасно отдают урожай. Потом черри, балконное чудо, всякие там вот эти мелкоплодные, они очень быстро созревают. Дальше, конечно, вот наш ринет, вот последний у меня ринет. Он холодостойкий, с коротким сроком созревания. Вот в средине августа он весь уже готов. Отборный, прекрасный для заготовок, для еды, для солонины. Следующий у меня, вот он лежит, демидов. Я вам показывала демидова в теплице, но вот этот демидов уже с улицы, с открытого грунта. Тоже в средине августа он уже отдает свой урожай. Потом, конечно, петруша огородник. Тоже у меня только на улице в этом году. Урожая очень много, мясистые, сладкие. Такие хорошие плоды, здоровые. Все в открытом грунте поспели. Потом, конечно, Настенька тоже отдает урожай. Санька. Яблоки на снегу. Я, естественно, сесть сюда в кучу не смогла. У меня есть там еще немытые снегири, дамские пальчики, сибирский пироид. Чтобы вам не растеряться, если у вас этих сортов, например, если вы не будете у меня заказывать, в магазине смотрите, если нарисована снежинка на пачке, значит, сорт может плодоносить прекрасно в холодных регионах. Сюда же можно отнести вот снежную сказку. Ой, как вам показать-то? Вот снежная сказка. У меня есть она метелица. Тоже есть, еще не оббирала. Вот яблоки на снегу уже показывала. Дамские пальчики оббирала, но немытые. Сюда же можно отнести сибирский скороспелый. Вот все эти сортов для холодного короткого лета очень много. Все эти и прибавьте еще сюда ультраскороспелые. Ляну, ультраскороспелый, колобок, все мелкоплодные, сибирская тройка, просто тройка. Все эти сорта пригодны для выращивания в прохладных регионах с коротким летом. Все, это краткий видео обзор на тему, какие сорта лучше выбрать для выращивания в холодных регионах, в регионах с коротким летом. Ответ такой. Те, которые успевают отдать урожай уже в августе. Вот у меня в августе все эти сорта, не помещаются в один кадр, все эти сорта уже прекрасно плодоносят. Многие уже вообще весь урожай отдали. Так что вот эти все сорта можете смело садить, выращивать. У нас нынче зима, лето было такое, что уже в конце июля, как град с бураном, один раз с ураганом прошел, и больше не было хорошей погоды. Но все равно они прекрасно созрели, вкусные. Вот сейчас я их выдавливаю на семена и пробую, ем очень сладкие. Вот этот ринет, он у меня переспел, вообще прекрасный. Очень вкусная петруша, мясистый такой прям, ну вообще хорошие. Выращивайте вот эти сорта. До свидания.